Всем привет, меня зовут Redragon и сегодня мы с вами поговорим о том, кого будет выгоднее лучше крутить Блэйда, Кавку или Жуань Мэй. Доктор Рассо по причинам того, что он выдается бесплатно, мы опускаем. В этом ролике мы с вами рассмотрим актуальность Блэйда, насколько его выгодно крутить, то же самое с Кавкой, и как на их фоне смотрится Жуань Мэй. Однако, если какой-либо из этих персонажей вам очень сильно нравится, а вам в общем-то пофигу на его эффективность, то вы его в любом случае не прогадаете, потому что они все в той или иной степени будут полезны и в той или иной степени будут позволять закрывать вам контент. Не забудьте поставить лайк под это видео, оставить комментарий с тем, кого вы собираетесь крутить и почему, подписаться на канал если не подписаны и начнем мы с вами с Блэйда. Блэйд персонаж ветряной стихии и пути разрушения, который по большей степени играется либо как саб ДПС, либо как гиперкерри. Учитывая то, что он потребляет довольно малое количество скиллпоинтов, он хорошо встает на роль второго дамагера, разве что с одной небольшой проблемой. Гиперкерри команда намного более сильная, чем команда из двух дамагеров, поэтому самая главная роль, которую может выполнить Блэйд, на данный момент является не очень-то и актуальной. Это скорее всего будет изменено в будущем и есть вероятность, что Жоанимей также несколько бафнет в команде из двух дамагеров, но на данный момент Блэйд в этой роли чувствует себя уверенно, а вот сама роль так себя не чувствует. А говоря о Блэйде в гиперкерри, он довольно неплохо работает, но это в общем-то и все. Он не то, что показывает какие-то нечеловеческие офигенно крутые цифры, но в общем и целом он является довольно комфортным, просто приятным для геймплея персонажем. Но это лишь только в том случае, если у вас на аккаунте есть броня, если брони у вас на аккаунте нет, то Блэйд будет показывать себя достаточно, ну не сказать, что печально, но печальненько. Главная проблема кроется в том, что большая часть саппортов под Блэйдой не то чтобы работает, просто по причине того, что урон Блэйда скалируется от его хп, а не от атаки. Поэтому из саппорта выбрать под него бывает сложно, но с броней он играется отлично. Конечно, таких цифр как у Дзинлюли Данька вы вряд ли увидите, но результаты по дамагу его являются чуть выше, чем нормальными. И главный вопрос, стоит ли крутить Блэйда и тем более в текущих реалиях. Скажу честно, самый большой плюс Блэйда как был, так и остался на данный момент, это то, что он закрывает ветерную уязвимость. Я для Блэйда собрал отдельный сет, у него свой отдельный конус, никакие части его шмоток у меня между персами не бегают, и если я вижу мобов с ветерной уязвимостью, я просто беру Блэйда, даю ему броню и иду колупать мобов. Но если рассматривать Блэйда как супер мощного дамажного перса, то я бы не сказал, что он сильно подходит на эту роль. Он просто полностью заполняет слот комфорта, начиная от своего геймплея и заканчивая уязвимостью, которую он покрывает. И скажу так, если бы я очень сильно читал бы свои крутки, я бы наверное не стал бы его крутить ни в первый раз, ни во второй, ну если бы я был обычным игроком, а не контентмейкером, поскольку он просто дамагер, коих уже в принципе довольно много в игре и довольно бузят. А из отличительных черт у него опять же только комфорт и уязвимость, которую пока что не покрывает никто, кроме стандартного ветряного Даньхена. Поэтому если он вам не подходит по вайфу фактору, то я бы со спокойной душой мог посоветовать его скипнуть. Для тех, у кого Блэйд уже есть на аккаунте, у многих стоит вопрос, стоит ли крутить его сигну. Для тех, кто вдруг не в курсе, я напоминаю, что у меня есть гайд на Блэйда, который вообще нисколько не потерял своей актуальности, и там есть полный разбор его конусов. Но я напомню, что его сигна обгоняет С5 кону Сарлона, буквально там процентов на 15. Поэтому я бы, имея хотя бы кону Сарлона, не стал бы крутить ее. Но стоит помнить и о том, что кроме статов и исключительно урона, сигна также облегчает набор статов и баланс статов. Поэтому здесь, в общем-то, как и с самим Блэйдом, если вам он очень нравится, вы хотите его замаксить и забустить, то, конечно, сигна будет вполне себе неплохим вариантом. Облегчит и набор статов, и дамага добавит, но опять же не сказать, что очень много. Ну и примерно как-то так с Блэйдом. Пойдем дальше к Кавке. Кавка является персонажем небытия электрического типа урона, которая работает от активации дотов. Соответственно, Кавке, кроме обычных стандартных саппортов, которые нужны у вас и команды, также нужны дотовые персонажи. И они также должны быть довольно сильно прокачаны. У меня относительно средние дотеры, то есть сам Палука и Гуинайфэйн, и примерно чуть выше среднего Кавка. Однако цифры урона, которые мне показывает Кавка в хай-энд контенте, вроде зеркала, они выглядят несколько печальноватыми. Конечно, понятно, после игры на Дзендлю, на Даньке, любые цифры покажутся маленькими, но даже так я бы не сказал, что урон, который она вносит, является прям очень большим. По урону сама Кавка на данный момент достаточно сильно ограничена, поскольку она очень зависит от ее саппортов. То есть баферы и дебаферы, или ее дотовые дамагеры. Поэтому, когда у нас будут более крутые дотовые персы, когда будут более крутые саппорты, более хорошо подходящие под игру от дотов, Кавка будет становиться все сильнее и сильнее. Но на данный момент она находится, я бы сказал, далековато от полной максимизации своего потенциала. Я лично, имея всех ивентовых персов, Кавку в зеркало беру, по-моему, никогда. Просто по той причине, что любые другие мои персонажи справляются намного более эффективно. Однако, в виртуалке, например, Кавка показывает себя действительно отлично. То есть на пути небытия, где у нас есть миллионы бафов, миллионы дотов, которые можно повесить на противника, Кавка вносит тонны урона. Да и в целом, по этому пути, по виртуалке, она проходится как катком. Но потом, когда ты берешь эту же Кавку и идешь в ней в зеркало, ты, видишь, мягко говоря, очень далекий результат от того, что ты видел в виртуалке. Оно и понятно, конечно, это виртуалка, это зеркало, но тем не менее. Разрыв там просто чудовищный. И несмотря на то, что Кавке добавили там новый сет реликвии, который забустил ее урон, этого буста все еще недостаточно, чтобы считать ее прям офигеть какой сильной. Поэтому по уровню силы на данный момент, как по мне, она примерно как Блейд. То есть не сказать, что она прям уничтожает все вокруг, но не сказать, что она говно. То есть, ну, тоже чуть выше нормы. Кавка что-то делает, как-то дамажит, как-то проходит контент. В целом, довольно неплохо. Кроме виртуалки, кстати, она неплохо может выручать в ивентах, где есть различные бафы или усиления, которые позволяют на противников накидывать еще доты. То есть там Кавка прям сияет. Но опять же, в самом зеркале я редко даже ее использую, а когда использую, я вижу, как она очень долго колупает мобов. Однако, в отличие от Блейда, у Кавки, как я сказал, есть, во-первых, чуть более явный потенциал. И кроме того, этот потенциал может еще и раскрыться в более ближайшее время. Как минимум, Жуанимей, как саппорт под Кавку, может очень хорошо ее бафнуть. То есть, как напрямую давая ей баф урона, так и косвенно. Если вы, например, соберете второго дотера в пробитии, он получит бафы на пробитие от Жуанимей. Соответственно, у него будут более сильные доты, соответственно, Кавка будет более сильной доты прокать. Соответственно, Кавка будет носить больше урона. В общем, вы поняли. То есть, это первый вариант, как Кавка может несколько бафнуться. С одной лишь проблемой, Кавка и Жуанимей довольно близко во временном промежутке между собой стоят. И второе, у нас все еще нет пятизвездочных дотеров. А в следующей версии у нас как раз-таки будет Черный Лебедь, пятизвездочный персонаж небытия, который с очень большой вероятностью будет играться от дотов. И вот мы уже скоро, скорее всего, получим еще один непрямой баф Кавке. Собственно, поэтому ее, я бы сказал, выгодно крутить именно сейчас и реранить именно сейчас. А говоря о реране Блейда и его тайминге в данный момент, у меня на самом деле такое чувство, будто разрабы понимают, что потом они просто его баннер особо не продадут. Лишь по той причине, что в другие параллельные с ним персы будут намного более полезными, а Блейд по механикам особо никуда не подвинется и не бафнется. Но это, конечно, исключительно мои догадки. Кстати, чуть не забыл сказать пару слов о сигне Кавке. Ввиду ее рерану, у многих возникает вопрос, а что лучше и стоит ли крутить сигну Кавке, либо ее идолон? И тут я хочу отметить, что сигна Кавке действительно стала ей намного более нужной, чем насколько она была нужна ранее. Связано это как раз таки с введением ее нового сета, который увеличивает игнор защиты противника в зависимости от количества дотов на этом противнике. И Кавка сигна, она не только бустит напрямую свой урон, она также накидывает противнику еще один дот, который позволит более эффективно и более быстро максимально реализовывать эффект этого сета реликвий. Поэтому если вы хотите замаксить свою Кавку, то сигна ей была бы весьма кстати. Поэтому в целом, выбирая между Блейдом и Кавкой, Кавка выглядит пока что более таким хорошим вариантом. Но есть одно но, если мы добавляем в этот выбор Жоанни Мэй, то она, как по мне, полностью перетягивает на себя одеяло. Жоанни Мэй персонаж ледяного элемента пути гармонии, которая является довольно уникальным бафером. Она очень сильно бафает пробитие, и кроме того, сильно бафает урон всей команды за счет игнора резиста противников. Кроме этого, если я не буду, то она еще и скорость докидывает, что тоже довольно круто. В общем, в целом, Жоанни Мэй прогнозируется как топ-1 или топ-2 саппорт вообще во всем Ханкае. Я лично не считаю, что она будет сильнее брони, но многие считают иначе. В любом случае, она будет очень и очень сильной. И как минимум по этим причинам, многим будет выгоднее крутить именно ее, а не Блейдов, Кафок и так далее. У нас в игре довольно мало саппортов. Их в принципе мало, да и процентно их меньше, чем дамагеров, которых нам добавляют просто с каждым баннером. И кроме того, что Жоанни Мэй это просто еще один саппорт, который добавляется к малому количеству саппортов, она еще является очень и очень сильным. Поэтому ее ценность на аккаунте будет намного выше, чем ценность какой-то Кафки, которая является дамагером, по сути, пусть и с уникальным геймплеем. Какого-то Блейда, который тоже является дамагером. Что опять же, саппортов у нас в игре мало. И кроме этого, разные саппорты более хорошо отыгрывают в разных командах и в разных условиях. И соответственно, многие из них открывают вам больше возможностей для геймплея, для отыгрышей, для пачка, строения и так далее. Поэтому, как по мне, самую наибольшую ценность из этой троицы составляет Жоанни Мэй. И честно, если у вас, опять же, с неферитами все очень туго, и вы обеспокоены исключительно эффективностью вашего аккаунта, закрытия контента и так далее, то это обратить внимание на Жоанни Мэй. Да, тут же я сразу сделаю пометку, безусловно, вам не нужно крутить никаких ивентовых персов, чтобы закрывать контент, любой перс все закрывает и так далее. Просто при более грамотном пуле персонажей на аккаунте и, соответственно, их прокачке, вам будет проще этот контент закрывать. В любом случае, я помню о том, что это гача игра, игра, где мы просто собираем любимых персов, и самое главное, получать удовольствие от игры. Но крутить лучше все равно Жоанни Мэй. Однако это если говорить только о том, что касается нас в этом патче. В следующем патче, как я уже сказал, нас ждет Черный Лебедь, которая, скорее всего, будет хорошо играться с Кавкой, а также Искорка, которая будет квантовой гармонией, которая зажжет новый огонь в глазах любителей монокванта, да и в целом, как персонаж гармонии, да еще и квантовый, тоже может быть довольно ценным вложением. Все равно не думаю, что таким же ценным, как Жоанни Мэй, но тем не менее. Ну и коли да, я коснулся следующего патча пару мыслей. Черный Лебедь, вероятнее всего, будет вам не то, чтобы сильно нужна, если у вас нет Кавки. Мы, опять же, ничего не знаем наверняка, но я делаю просто такое грубое предположение. А Искорка, опять же, несмотря на то, что она квантовая гармония, я не думаю, что она будет сильнее, чем Жоанни Мэй. Лишь по той причине, что я не думаю, что разрабы сделают очень сломанного перса и нужного пути, и нужного элемента одновременно. Поскольку у игроков уже и так есть достаточно много причин ее крутить. Поэтому да, из этого всего, как по мне, самое выгодное вложение это Жоанни Мэй, а там дальше смотрите по ситуации на своем аккаунте, по вашему нефриту и так далее. Ну в общем да, будем на этом с вами заканчивать. Спасибо большое всем за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, напишите, что думаете, кого собираетесь крутить и почему. Самое главное, без сливов. И увидимся с вами в следующем ролике и на стримах. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok